все погода не испугала собирался забегаем кофейку попьем поэтому я не боюсь на него подожди и так там сейчас новый контроллер стоит правильно и не не еще старый перепада с перепаянными надо и по сравнению с тем усилилась не усилилась дарит ремарда прокатиться можете почувствовать любопытно хоть просто понять не сильный ну какой-то такой непонятно это пропадает и появляется ой какая прелесть там сейчас не жесткие педали стоят что сейчас мягкие стоят педали а чего так сделал поприятнее она жестком тремор не усиливается ну я пока вот по крайней мере при тех подгазовочках и торможениях я пока вот на этом режиме я его не чувствую ну я понял тормозить по активнее не я бы сказал пределах для меня пределах все надо попробовать не ну просто когда я вот только купил он вообще-то припланировать да вообще без вибраций без какой-либо и разобраться могут сейчас для меня допустим я не выявил нагрузки в горке с горки надо потормозить с горки она проявляет не разгонишься и начинать с пандуса допустим да да ну такая легкая ну вот я сейчас вот так очень сильной колбасы конечно нету но у меня наверно больше 3 марча в салоним до внешнего на вашем ездил 8 кажется мягче потому что покрышка у меня уже изношена конечно потому что она мягкая у меня я и на спущенном же колесе ездил я думаю она у меня такая уже она не ровная у меня покрышки не через штатное приложение удалось зарегистрироваться все очень штатная захожу ставлю спорт режим потом захожу он не не дает поставить спорт режим стоит безопасно пока я не скину настройки в самом приложении и заново не выйду из-за этого он опять не дает сколько режим мне кажется надо разобраться надо разобраться ну пока мы опять с плюсом то что отремонтировали работает пока хорошо я вот после конечно тесла и на него встала конечно все по-другому для меня это уже это колесо как серьезно я на нее становлюсь на предполе и вручную вот блин потому что тут ну и полегче и поменьше и покрышка там поуже если он провалился в этот я вот как подумаешь так и случится я еще ехал смотрю эти резинки там такое расстояние мой блин не провалиться вы на кучу это всегда да это все правило или едешь камень какой не ближе не наехать на него стопудово на я это по любому с пешеходами так со всеми так это все поэтому программирование надо просто готовить самонаведение поэтому если такая ситуация она может быть и такая просто с пешеходами с машиной всегда на осторожность перехода фига конечно обалделка этот промежуток стал он у меня вот на эти подставки встал сошелся но дальше не шаг проваливается прошел а он стоит я поворачиваюсь он струно стоит и колесо разгоняется по снегу когда едешь он провалится по педали упрется колесо буксует и такой фонтан красивый снега летит но когда право проваливаешься в снег она тоже основная основной минус при проходимости по снегу это то что когда глубокий нас и жесткий который ты пробить не можешь своей массой то она просто встает и не может ехать потому что педали висят на снегу для этого нужно там уже дорабатывать чуть-чуть не знаю так все ее по снегу и мы ноги ломаем по снегу легко по льду по снегу то пофиг по снег это же лед мелкие кристаллики пойду пойду конечно как по мокрому кафель будет да будет боковое соскальзывание всегда вспоминать детство как это проще ехать на колесе чем идти пешком потому что когда идем пешком мы переносим вес тела и нам легче подскользнуться чем на колесе но в повороты надо входить естественно аккуратно зима уже скоро готовится к этому на там свои прелести будут но придут главное что колеса на ходу я честно говоря вот что она сейчас себя ведет что думаю новый контроллер поставить там разница особых и не будет дело в том что я же вам говорю что я когда его купил не было вообще так настолько плавно работала что он ополтел почему это произошло и вообще пошла какая-то литрация не посмотрю я не понимаю ну и я вершу все таки на дачах потому что когда я посмотрел даже замерял там три дачка по нулям показывали да и дачка показывали там 0 0 5 нагрузку на полосном ходу поэтому мне это сразу не понравилось но один же резервный и вот то что у нас продублированные датчики холла они только сейчас стали их делать вот на этом новом эмоушеном в 13 на в 13 который еще не вышел эмоушен они там тоже задвоили вот то что у нас было сделано три года назад а не только сейчас это это не надо делать потому что если один отказал что-то не упал поэтому задел то хороший развития нет но развитие мы тоже понимаем почему нет потому что никому на хрен это не надо ну тут уже тут уже вот кто видит от кого зависит это вот пусть воплощает а мы че можем мы ничего не можем можем написать можем письма писать все а так будет как вот в мультфильме про левшу будем бегать по кабинету на нас как на дурачков будут смотреть не надо писать писать я я что могу я через канал делаю я через канал делаю нет люди смотрят читают задумываются а только на своем примере мы можем больше никак если у меня был родственник там допустим или близкий человек министерстве или в мвд или в мчс и конечно я бы поставил там взвод курсантов да уверенно за час поставил бы и все все вы увидели да круто здорово да вот мы отметились это ж такое это же класс это для показухи лучше не придумать вот идешь ты по красной площади и солдатики у тебя плывут как блин по маслу понимаешь это же это же у нас танцы выдающиеся вот национальный русский это когда девочки идут и как будто плывут ножками не перебирают здесь мы можем так танцевать мы снимать можем без стадикама ровнее получается снимать на телефон на моноколесе чем вот если я еду на моноколесе и чем я иду и снимаю на стадикам постоянно просто будет ориентацию все равно грязка и он на зле мне понравилось у этих ботинках есть вообще обалденно не жесткий да в жестких ботинках зимой надо ездить жестких ботинках но обязательно чтоб сцепление было хорошее потому что по зиме по зиме если педали не зашипованы то стал на снег сразу сантиметра а вот почему они так легко откинулись а человек который ко мне приезжал как же его зовут то ведь виталий по моему да я его встретил тоже он тоже зло купил который приезжал примерялся колесом моих сторон он купил а его еще по моему и нету он купил себе цветку вот мы тут на днях встретились и он себе поставил отбойники дверные по 2 по 2 5 . то есть педалька закрывается нет а я куда прямо на сами казани пойдемте посмотрим на крышке для подъем я и на крышку поставил маленький до резиночки чтобы они легче откидывались а вот на этот механизм куда не упираются серьезно но я там по мягче стала да помягче и как бы они не стучат и я помню она что приклеили на сквозь зарезал резьбу просверлил совместные педаль отверстия серьезно сейчас поглядим это очень интересно посмотрим но я этого не почувствовал значит это гармонично все пассивной дубля не уж прям не сидит прошу прощения так получается вот у нас на педальки здесь да да очень интересное решение очень интересное решение на я не помягче стали не стучат вообще как бы на готове раньше на больших кошках оба трюшки на самостоятельно единственное что я хотел пошире поставить можно до либо 2 можно либо 2 не так хорошо очень хорошо очень хорошо очень хорошо очень хорошо интересное решение это сам придумал или смотрел да это вот я когда это сам очень хорошо очень интересное решение вот спать и речу было так и не понял главное все я ехал нормально думаю чуть-чуть давление на покрытие на скамейку ставлю опять включаем вторая батарея чутом не стал там только одна батарея он-то показывает что я бреда в одном приложении зайдите он показывает англибот 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 и сейчас посмотрим у меня в приложении сейчас гляну не интересно это не зима на работе хорошо а томата томата томат через сколько тебе нужен томат через сколько нужен по времени тебе ну тогда сходили а сама что я дни раньше чем через счет 2 1 давай все давай сейчас глянем сейчас это очень интересно это очень интересно 1 2 маленькая покажи нам что там у тебя так это darkness год смахиваем и и смотрим что у нас что там приложение штатное приложение сейчас бы вспомнить что ты делал никакой я только штат вышел из него и теперь опять хочет чтобы я в него вошел не получится у меня сейчас эти не на это и просто долго вводить я не помню вида их серьезно не помню странно что он так реагирует почему какого какого лишь улански на пару сейчас хренат да может потому что вот я же говорю вот это то что он сбрасывает на режим постоянно ухо что вот бред у вас родной разы приложения вот так они для разных устройств разное дело сделать для андроида разные для это да поэтому вот я если классно здесь ошибка сетевого запроса голос руль обновление прошивки основные вот аккумулятор допустим да тоже аккумулятор 1 аккумулятор 2 статок процентах раз остаток процентов 2 статус аккумулятора норма там что было ошибка по одному было да да у меня написал батарея 2 что нам если мне закинуть переводчик закинул стопировал это речь что-то тут ржак и еще вот берем это приложение блин мне уже зрение не хватает обязательно если гоняется обязательно купите я то на пределе езжу прям так не неприятно пыль залетает классно вода штатное приложение на камере вряд ли будет видно у кого есть по крайней мере а давайте класть им на что-то это покрышка стоит как у меня штатное приложение на инбот штатное приложение на им вот вы можно ну да 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 это не то что то что у всех магазинчиков фотки такие как резина да а можно к моему подцепиться либо там а к вашему я не подцеплюсь цех не пароли давайте попробуем сейчас я смахну я не пароли в этом плане я как-то спокойно к этому нашла вот и у меня он сбросил чего сбросил не больше у меня подключен на другом телефоне давайте на этом разберешься у меня может быть еще не то приложение вот вот почему на и наши вот сигвей нам будет раз приложение вот сигвей на им вот два приложения а это чем отличается когда покупал с 2 моноколесо он с этого приложения его отвязать ни хрена не смог 1 вот первое приложение а теперь 2 пробуем а второе приложение а второе до хочет вон это регистрацию пройти на попробуем два приложения два приложения он только 1 выдает ну в этом где скачать да там это же яблоки они чуть-чуть такие а мне особо то смотреть нечего я себе как выставил настройки в принципе в darkness боте нормально настройки выставляются им я пользуюсь он это лучшее приложение для яблок к сожалению его не для андроида почему не с есть почему у меня скачет даркнесс бот и белок и даркнесс бот у нас точно они сделали уже для андроида вот я же когда прекрасно покупал этот точно есть даркнесс бот я вам сейчас покажу это уже хорошо это уже слава тебе господи 95 процентов у меня надо поставить на зарядочку пускай заряжается стараться ездить на полной платки чтобы запас по прочности я на супе все тут покатался совсем чуть-чуть покатался на суффиксе потом на зло встаю хоп продав хоп продав ну привет рода вы такие то есть я году и чувствуешь слишком газу и коп торможу чувствую слишком торможу то что супикс позволяет да на суффиксе надо сильнее давануть а здесь до давно перестраиваться не попроще в этом владеет а сейчас 73 поэтому вообще на слегка кушать азнир поливина еду конечно может быть поэтому усилители да и ставите там или второй режим потому что ниже я не экспериментирую с режимами плане вот этой вибрации уменьшается и вытечивается поэтому я пробую режима всякие вот у меня и вилок стоит здесь а даркнесс как уже нет вилок стоит а даркнесс потому что я помню что до даркнесс год работ ой какая прелесть друзья классная новость теперь вы можете ставить себе приложение даркнесс год на андроиде класс потому что когда песну покупал человек пользовался даркнесс годом в нашем магазине пока не официального приложения нет на готове поэтому я скачал сам даркнесс конечно пользуюсь либо ну это попроще она такое там кто-то имеет московский илья школьник по моему зовут который разработал он либо в москве либо питер я точно не знаю не было страничка его вконтакте ему вопросы задавал я долго не мог там кое-что сделать чтобы маршрута отслеживать еще что-то там тоже как-то криво не но я маршруты не записываю но самое главное чтобы он показывал информацию сколько там завязала и какая температура чтобы контролировать в связке сейчас вот опять таки зло и тесла что можно сказать значок приятнее кататься ну на тесла . а в каком случае приятнее на зле катать таком станет если я просто выезжаю покататься удовольствием доберу зло потому что для меня на нем кайфу я кататься а почему в чем кайф не знаю для меня на воде устойчивая более маневрена в целом реально на нем я не могу там даже пешехода подъехать а сколько у нас сейчас на кайфе общий пробег свой у меня не смотрел ну сколько пробежали потому что тесла воды они на это скажут что тесла самая маневренная они на это скажут не надо по-своему при прикатываться все все по-другому там чуть-чуть по-другому не знаю я уже наверно прикатался и к тому и к тому потому что я поначалу конечно как с колеса на колесо вставал поначалу ну и там минут пять привыкать сейчас я уже спокойно встаю и уже знаю в режиме если на слей я уже старый стал мне дольше надо мне сутки надо двое прокатать просто если вот не надо куда-то по-быстрому я знаю что он будет нейронная дорога конечно я беру тесла в гараж например потому что на нем помягче конечно и давление ставим какое вот на тесле я сейчас накачал бы чего 3 1 5 и на зле я накачал по-моему 3 1 на зле можно подспустить чуть-чуть никакого наоборот когда я пробовал спустите не смотря докуда да смотря докуда но оно и выше становится когда мы сильно накачиваем там радиуса такой увеличивается на сантиметр на 2 то есть она поприятнее уже совсем по-другому я бы сегодня на почту ездил очень замечательным сейчас продаю то что не нужно чтобы хоть как-то выжить в этом мире и я на это да 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 и вот сейчас доставку по всей россии смело поставил я раньше колбасился от почты у меня возле дома отвратительная почта туда как придешь сразу минут на 40 зависнешь а здесь рядом с почек а есть отличное почтовое отделение там посылки принимаются отдельно и сколько раз я туда не приходил на максимум там минутку две ждешь и вот на колесо прыг через минуту я там так что я там домой что ли сразу возвращаю сюда нет я туда топану сюда топану по дороге встретил какого-то готовода mcm 4 по моему него колесико смеленькое такое да на здоровье повторить можно на мцм ки встретил парнишку тоже казалось бы дождь вот ливень прошел и хоп вижу он сначала так я не увидел он не махнул рукой а потом хоп смотрю я ему махнул он вроде как уже не увидел в очках хрен зрение не поймать да когда в очках не видно смотрит на тебя человек или нет поэтому я еще начни очки тёмные у меня вот куплено что-то трое три парочку трое очков куплено они ни одни не катаю мне у меня спасение рост высокий и на колесе я видать в том диапазоне плавают в котором можешь их не так много иногда попадают то они не такие попадают вот иногда почти тихо едешь и хоп тебя какая-нибудь это залетит для какая-нибудь глаз это ладно залетит какая-нибудь безобидная бывает блин залетит и ну жечь начинает глазу на ходу это очень непокая серьезно вот я как тобой мужик до залетел блин да на дачи очки лучше прозрачные либо просветленные вот как они для автомобилистов желтенький лежите как они называются да каждый от света меняет свою затемненную чем светлее тем они темнее если становится темнее хамелеона ну надо смотреть они могут дорого стоят охрана они могут дорого стоить и я видел хороший вот как они такие обтекаемые у дядьки одного катают он купил в декатлоне пока он работал не знаю может сейчас есть еще но вот я пробовал черный пробовал это и наверное нужны какие-то прозрачные лучше еще может быть даже желтый но только вот с антибликом вот желтые с антибликом они от супер будут но вот я еще пока модельки себе не присмотрел которая хорошая андрюха катает он купил эти с разными секциями которые себе такие очки вот у меня такие дома лежат уже заказывающую самокат на алиэкспрессе ну чё-то мне в них не нравится не нравится как водолазку это штуки ну обзор да уменьшают они у меня и за и выпуклые уменьшают нужно что-то такое чтобы вот было вообще обзор не мешало надо надо потому что скорости когда большие в глаз если залетит даже камушек из-под машины который вылетел вон с проезжей части все равно это неприятно не глаза надо беречь я езжу безалаберно в этом плане но из-за этого я стараюсь держать скорость поменьше и у меня всегда есть вариант потому что не тут есть да если град и еще какая-то ерунда стал задом и спокойствие вот я сегодня тоже поехала уже тогда поэтому тут уже надо просто практика накатывать эти метры иначе у нас леет иначе у нас леет а может будет проще и на зле пробовать на тут главное лучше выработать что в себе скоро скоро наверно вот когда отработаем будем быстро вставить и задом но мне еще слова надо те подобрать чтобы люди включали вот еще важно один ответ почему научиться задом ездить чем больше мечтем тебе будет легче каких-то непредвиденных ситуациях конечно это же это же не то что мы учимся там на одной ноге ездить да если я научился ездить задом это не означает что эти возьму и начну задом гонять ну зато уже мало ли чё это навык необходим необходимый навык у нас есть такая возможность это единственный транспорт пожалуй на котором мы можем абсолютно спокойно перед зад переключать пожалуй только на катерах это здесь равно здесь у нас равно видела человека вот на таком колесе да это значит там крошка была либо что-то такое они все покупают такие колес часто это готово шлеме желтый или золотистый я ехал с тесла у меня был съезд с человеком на метро ну из вагона метро выхожу поворачиваю голову и мне человек что кулак тянет я сначала я в наушниках сначала не понял я не видел что он с колесом сначала не понял он голову упустил а он с колесом мы вышли поделись с метро поговорили куда не девались у него тоже и тестов есть до метро с монетом он говорит спросил почему купил сколько он весит мы говорим примерно не то моему телосложению нож просто ну вот он перешел на топ на сильный тяжелый тур и они все не говорят по слухам что там блогер есть который по проезжей части у нас питере гоняет что он тоже вот пересел на супер и сейчас типа продал он теслу и очень переживает что продал то есть он легкий и ему тяжело она типа не поворотливая а вот человеку который со скиллом прокаченного как фантомас ему наоборот дали теслу вот акадрифт когда он сотрудник сотрудничал говорит давай нам трюки покажи на свои тесты он за один вечер разобрал эту теслу что это за хер что это за хер вот суффикс он может вот на такую высоту прыгнуть а это вроде и легкая да тут свесов нету этого нету вот здесь же вон кругом колесо кругом колесо любые порезники трюковое не 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 на зле это тоже можно там свеса конечно побольше богом так не заехать на узла почему еще на них новое потому что более-менее более так это тоже в плюс можно использовать только для определенных труб на если неправильно тому направишь героскопический эффект кому-то так да зачем угодно же можно это все дело привычки мы же катали мы же проверяли там что наклонной поверхности супикс чуть-чуть ложится на не так все дело привычки да потому что ну вот я говорю топ для людей вот кто хочет я рекомендую вот 80 килограмм это вот злые топы на трех дюймов ки любое колесо больше там 18 радиуса зло зло она единственное колесо которое сейчас лучше я считаю для фигурного катания ну нет ничего такого другого я что жена как бы есть 14 16 и 18 благодаря сиденье так как на зрение покрутишься да можно привыкнуть там быстро поворачивать все там все по-другому это не то здесь вот за счет этой формы за счет формы шара в идеале вот я говорю обязательно какой-нибудь прототип появится там более легкая есть не проще вообще по городу передвигаться я знаю что его заносить легко она весит сильно насколько на 10 килограмм почти они меньше она меньше сколько на 19 до полных на листикам ну зло почему-то заявлено 24 может батареи там новые уже стоят не надо взвесить попробовать у меня есть весы можно померить но я взвешивал есть видосик такой надо супик скорее встрою вводить крышку так и не прогерметил хочется на нем поехал блин обещал этот вентилятор отчет вентилятор есть коротыш маленький узкий у тебя как-то 2 на сколько он должен быть он должен быть невысоким должен быть вот именно в течение сторон с течение сторон не он такой не подойдет конечно там 3 максимум три с половиной сантиметра или не 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 это получается такой же как у меня если вы только дополнительно у меня и так с этой установки вот то что я поставил выше то что я его приклеил корпус у меня и так звук такой вот я разогрел сегодня я на нем отрабатывал сегодня полицейские развороты на суффикс когда два колеса так хочется прям вот-вот-вот очень хочется на зле я выехал дождь мокро я поехал на зле пока там на этом сухо так хочется прокатиться прямо нет сил и шик я уже чередую я с утра ездил на тест пошел в дождь я подожду еще надо посадить брать потому что я не знаю надо загерметить там надо загерметить там вроде как ты это говорил предушь хозяин сделано надо все равно проверить проверить конечно я подожду не уезжай она злее я уже знаю что на твоей лужи утонуло во время отыграли стрелец когда она нырнул в лужи летом поэтому я сколько раз разбирал там ну единственное то что я говорю сзади сейчас там герметик достоин нормально причем я не герметик поставил а есть как продается каучиковый он постоянно остается эластичным так вообще в силиконовый нейтральный не подходит я просто нейтрально не нашел а вот казанский вот этот который от белый он получается нейтральный уксусным я не хочу мазать потому что уксусным я винты марва нержавеющие и бажу я не боюсь алюминиев это не страшно а вот это да на казанский на белый сажают я убедали кстати усилить хочу я на зле на зле хочу усилить педали я сниму их почищу изнутри не 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 и внутрь там же уши ломают там же не саму педаль уши ломают и я вот туда вот в эти полости я надавлю как раз казанского герметика и он даст мне по крайней мере плюс 20 килограмм в прочности он такой прочный герметик но эластичный то есть по зиме тоже будет хорошо плену для надо найти какого-нибудь эти чипа ушника чтобы заказать титановый надо титановый если слышите ребята нам не нужно не нужны ваши алюминиевые вот эти вакунице сделайте нам титановый пусть они будут дороже да даже за двадцатку вот такие педали с магнитами встроенными я куплю но это будет вещь ну за алюминия отдавать пятнашку это ребята не ну то вы чего тетифаль сковородка вот такая индукционная стоит 2 рубля а вы хотите чтобы мы за вафельницы отдали столько дней ребята ну они да они пользуются тем что это типа не для всех колес то типа вот люди а люди как бараны вот он купил себе ой мне надо вот это многие пишут там комментариях на али на али продаются за 12000 педали какие-то тоже вообще там выглядит так что кошмар и ужас надо найти продавцов там же помойка такая надо надо лазить искать лазить конечно мы сможем смотрим на озоне какая цена то вот я нашел два сайта пока нормально там ценник вон на зоне можно купить по крайней мере сейчас проверим было можно за 95 еще новое конечно не ел когда искал что я же ролики на 105 не-не-не-не-не-не я снимаю уже два ролика я снял ссылочки я ставлю в описании поэтому те кто зло себе приглядывает ценник там сейчас такой очень хороший и вес тут вообще ни при чем можно с любой весом на любом ну здрасте дорогие друзья сложнее просто сложнее будет прыгать сложнее будет что-то делать разрисовка должна быть но это как вот допустим вот большому человеку биту большую надо тяжелую он может ей махнуть а мне она будет кисти выломать я так не смогу мне надо поменьше как меч как оружие вот как автомат то же самое должно быть персонал вон я ссылочки ставил под описание здрасте дорогие друзья вот сейчас вот очень вот в описании вот к этим коротышам я поставил ссылочки вот озон раз вот пожалуйста цена 99 990 переводим со своей карточки со своей на счет озон и покупаем за 95 вот я собак есть вот 95 рублей цена они только единственно они хитрожопы они хитрожопы и они иногда ценник ставит там 140 еще что-то я так понимаю не звезды себе набивают и многие люди которым там по барабану за сколько покупать они пользу 40 ну ладно за 140 купим а вон тут вообще 200 написано вот эта цена вот смотрите вот зачем вот эта цена 94 500 это вот такая цена я такой цены не было такой цены назвал было она была может быть два с половиной в конце сезона за 90 тысяч без гарантии если покупаешь за новый к дрифте может быть вот так вот она была не было такой цены не было и вот вторая ссылочка допустим то что я нашел на яндекс маркетинг она тоже то такая то такая вот она была 99 99 вот здесь вот хоп поставили да но но смотрим маркетинговый да вот смотрим сюда клацаем клацаем сюда вот было 99 хоп поставили это кто-то заказал за эти деньги не вздумайте даже покупать вы чё это никола уже это можно купить николу с батарейкой два раза больше чем узла и вам будет комфортно и по крайней мере она денег своих стоит вы за батку там заплатите потому что на зле вы сможете проект сколько на 2 максимум не выкатывал сколько проекта массу 50 60 65 65 разле максим проект а там прикинь сможет 120 не не иногда надо это же запас по прочности это запас по прочности так что вот на зоне пока хорошая цена но они тоже ее время от времени меня люди в комментариях пишут ов цена другая я захожу по цена такая поэтому друзья вот это вот за эти деньги вот это колесо и того и смотрите даже на всех картинках везде резина стоит так что может они просто они формируют да и может быть даже не 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 никакой зеркально посмотри по направлению направлении резины кстати потому что вот так вот дался зима за и понимаешь вот видишь видишь а потом вот да эти технологии взяли паса вот у меня как надо да я же ставлю у меня также стоит как так же посмотрите да ладно чё бушное колесо что ли у вас наклон конечно как на автомобиле так же у меня стоит серьезно значит чувак переставил они нифига он ни разокое также не но видим куда видим куда разлетается вода все да 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 так что вот так что вот они это может быть лучше для проходимости это тракторный рисунок такой может быть они сделали сначала а потом блин блин на самом деле там получается ну вот они а под грязь заезжаешь допустим наоборот лучше цепляешь понимаешь нюанс это такие и вот как лишь разработали так спланировали так дизайн так приложение в штатном стоит вот так поднимать на самом деле здесь и будет разница в чем я передам и задам езжу ты можешь просто поменять колесо вот перевернуть и ехать как научусь нет и ты можешь ты можешь даже не учиться просто переворачивай колесо и коти если почувствуешь разница на скорости не те что почувствовать за там есть пару раз не знаю что попробовать да чтоб угол был ровно педали ровно стоять если без накопа вот 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 как это с нормальными педали обычно такие рисунки зла они с педалями которые там тоже планировали с таким выходом и такие прикольные педали а я покажу сейчас алиса покажи картинки моно колеса наймбот за 10 сейчас найду пока не только на шикарный по компоновке блин вообще она шикарная но блин они просто ничего не делают сейчас у меня сейчас задача чтобы они хоть продолжали это все делать не очень хочется чтобы они у них все было как бы бизнесмены они бизнесмены и ручка они лишь какую планировали и педали лишь какие широкие с выходом сюда на первые выпуски это может быть вообще вот смотри резина у тебя стоит как вот на твоем стоит нет это наверно не выпустили с этой но она не зашла эта ручка допустим да она ж такое вот на этом на все вот видишь реальные картинки они правильно стоят а вот эти которые разработаны которые все используют вот эти офигенные на них стоит как надо и педали стоит лишь который дизайнер за дизайнер понимаешь и вот эти педали кстати для нас лучше но они блин еще шире чем они еще шире не на широкие педали тоже плохо конечно плохо не по левой стороне по правой девушка это бездорожье с этим педали не хочу не зацепил конечно конечно я видел ролик там человек купил зетку их что он сделал взял болгарку врезал педаль вот человек который вообще это вот вот человек под себя вот это колесо под которого надо подстраиваться если вы берете его его под себя подстраиваете закончится как у костика вот человек вот кости купил колесо она видел покрышку туда какой-то максус поставили покрышку срезали эти тик 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 кости кости это большой такой константин николаев да вот там видео у него зло сейчас я покажу самое характерное зло моно колесо зло будет такое злое там злое надо самое злое вот так это мое видео но этого первая вторая ревизия и костик здесь вот у него человек который ездил на зле он не захотел ездить на таком зле и он покрышку поменял и плюсы зла как бы ушли остались только минусы потому что эту покрышку больше один и два не накачать она начинает протирать корпус она широкая надувается она мягкая на нем мягко управление на нем как на обычном колесе то есть она так не валят за счет этой покрышки ну вот костику нравится для для очень хорошо это для коленей чем мягче конечно по кочкам да но там давление такое не поставить как здесь вот костикова колесико вот я с ним каратыш снял здесь не видно вот у него обрезаны типа а тэшная такая покрышка два стола поедет складывать раскладывать сейчас я покажу как должны раз подушечка или так вот и приятно на нем ну вот лишь у нее серьезная травма была он сильно себе раздробил плечо сильно раздробил плечо у него там винт спица и у него знаешь такое отношение я его выкатывал после этого мы катались на колесе ну вот у него внутренняя боязнь появилась он же и сына поставил на колесо и все ну там жена видать отговорила ребенок настолько люди внушаем и поэтому он с осторожностью смотрит на это с большой осторожностью тут надо себя гонял на сушить да нет не гонял нам защиту использую а когда человек начинает использовать защиту для меня это защита это классно это здорово она сэкономит вам деньги на одежде потому что я столько курток испортил далеко ходить не надо вот берем курточку классная курточка на купил курточку и что вот падение все да вот они вот допустим хок рукав подран рукав подран то есть падаешь в перчатках до руки у тебя целые все но вот это я не знаю кстати а защита защитила бы от это да нет тоже было бы локти у меня раньше локти были тоже потрепаны а так просто обидно неприятно курточка по десяточку где-то стоит а так хоп допустим или ключи в кармане у тебя лежат хоп ты шлепнулся вот здесь набиты дырочки такие да это значит что я где-то приземлялся и у меня ключики были в кармане а можно же совсем разодрать поэтому только в этом плане что одежду бережет для меня на начинаешь вы юбоваться я я шлем купил я в нем один раз проехал я понял не не у меня как будто это планка фады да я также на самокате самокате комплект защиты купил с этой касты я на два раза проехал в котелке в этом мы не в коем случае не отговариваем друзья ездите защиты вот так вот кайфовым об этом когда ездите ради бога да только на нас не надо нападать что мы без защиты мы ездим очень аккуратно и мы до меня дико например нету в шортах в майке мне навстречу это черепаха укутанная в этой защите дико но мы же нему не остановлю чего ты что делаешь нет езды и славы советы дали жара ты там потеешь и весь обкутался благодаря этим людям с еще я когда еду без защиты я понимаю что если там где-то 4 упадут ответственность это ответственность более ответственность а защита она как не проверяй к люди у которых есть не проверяй к что они могут себе позволить пьяными за руль сесть наркотики начать перевозить еще какую-то ерунду у нас этого нет мы это убираем мы знаем что мы ответственно должны относиться иначе будет бубу не падать невысоко но будет бубу остановились убед и сделать да это начнешь отжигать не дай боже вообще вы так что если это колесо даже песню и струнишь войдет на скорости ребенка быть вы не дай бог никогда нет поэтому никаких скоростей на тротуарах аккуратненько всегда ездим стараемся ездить так чтобы пешеходы на нас смотрели и говорили и вот так вот показывают потому что они понимают что мы люди большие люди а кстати моно колесо очень здорово подходит людям которые комплексуют из-за роста я на супер стою я же на несколько сантиметров выше чем на зле я вообще такой но у меня нет у этой проблемы но я всегда еду слушайся до такой как будто на машине сидишь с высоким сиденьем ты высокий и просто высокие люди это кайфу это как ты когда ты просыпаешься на высоком этаже это выходишь и весь мир у твоих ног это это класс это это клево это здорово я не знаю так же и вот я на сутрану тесле ездил а вот дочь пошел я взял зло и просто можете с колеса на колеса все равно где-то разные и это кайфово да это очень главное чтобы сопоставимые были и калиброваться не придалось ничего придалось разнообразие динамика и очень здорово что задний ход тренируем очень здорово потому что так нет уже тогда свой просто тут на к набивая просто набиваем часы тренируем 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 я уже стараюсь заставлять тебя тоже обязательно сегодня полицейский развал все начинаешь заставиваться собраны на колесе и потому что я сколько случаев было под названием медленно я начинаю объезжать и там бабах начинает резко влево делать я приходится резко остановиться перед ними прям что ночью нет здрасте как дела удивление надо 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 так себя вести чтобы они улыбались конца обязательно что сегодня видео смотрел как парнишка тоже стоит на светофоре зеленый загорелся а пешеход на автобус бежит тетенькой она бежит как раз на перерез этому мотоциклисту и он хоп поехал в нее что думал она испарится либо он ее не прочитал я понять не могу вроде и мертвых зон у него не было он без шлема был но видишь столкновение произошло слава богу не сильно тетенька дальше побежала успела на автобус за колесо у него не упала он успел его подхватить вот тоже по моему там теста дай бог что всегда так заканчивала машина машина влево начинает поворачивать машину может он так уже встала я перенул может не видеть может вредничать всякое бываешь и на останавливаюсь девочка переводить ту плоской чтобы они понимали что мы тоже люди а то они чуть-чуть своем мире они чуть-чуть на ней этот мир для всех и все ну важно ждать друг друга и конечно конечно потому что все равно в окупе мы в одном сидеть будет для всех для всех но в первую очередь пешеходы должны чувствовать себя на этих ротварах безопасно надо не мешать а вот по дороге этот переезжал по бассейной улице пересекал московский проспект народу много шло я мог замедлиться и спокойно тихонько ехать но я не хотел там по поребрикам скакать и я по проезжей части там широкая проезжая машина и вот я еду и чувствую что вот этот дятел хочет меня выцепить когда ты управляешь колесо ты можешь спокойно ехать и когда камера есть но камеры дисциплинируют люди они наверно когда замечают они все-таки у них включается в голове что-то они многие ты не понимаешь что эта камера ко мне часто подходят и спрашивают что это у вас да что за равновесие они так и думают многие думают те кто чует они о они уже хоп кто начинает интересоваться сразу первый вопрос а как ты на нем ездишь как на велосипеде с удовольствием подольше и учиться с удовольствием да даже я не скажу что подольше не знаю я на велосипеде это нам кажется это 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 нам кажется это все с непривычку пока здесь армируешь свое тело бывает даже вот едешь если там телефон по делам залива заглач на главную служу главное помнили почему радиус у нас хороший а 16 он чуть-чуть такой маленький у меня товарищ артист вадик бурлаков у меня ролик с ним есть он пил я все хотел с ним ролик заснять там где он на гитаре играет едет на колесе и на гитаре растеряй его я хотел с аккордеоном растеряй его слышал песню это мой это мой хороший товарищ но вот мне его не вытащить он видать думает что я его для популярности хочу это же также было классно я говорю тебе сразу миллион будет просмотров чувак это же ты свою песню просто споешь сыграешь это же так классно будет русская тема этот славянская такая вот бомбанет же ну вот я ему писал 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 а он да виталик да как-нибудь как-нибудь и я понимаю что вот я человека хочу на колесо поставить я прихожу вроде интерес есть вроде все каждый вечер прихожу ну готов нет сегодня дела нет ну я на 10 раз я просто не приду а потом друзья они захотят а у меня времени это уже не будет это все я заставил своих я галочку поставь близких на тех на кого я влияли потому что вот если человек при мне допустим мой близкий выбросил мусор до из окна автомобиля я остановлюсь и заставлю его убрать я на него воздействие имею если у человека чуть не до мордобоя у меня же доходит тех кого я плотно знаю я на колесо поставлю дальше как хочешь вот я тебя поставил дальше как хочешь но только вот именно из близких а посторонних посторонних нет почему потому что тяжело ответственность ты берешь на себе а если дурачок какой-нибудь да понимаешь ответственность за тех кого приучили дома ну друзей мы знаем да знаем что они адекватные знаем что они это или допустим кто-то ко мне приедет вот человеком разговоримся я понимаю ну человек нормальный по ходу разговора понимаю конечно сразу то не поймешь что ну по крайней мере ты понимаешь что он не пойдет никого убивать и начнет данной и вот ты поставил ты понимаешь что он все равно встанет ну ты просто ему форсируешь ему таков и прокачиваешь его сразу заказать даже если опыт не пропьешь он уже спокойно будет трезво смотреть на вещи на эти как вот вадик бурлаков я про него заговорил вот хотел чтобы он на гитаре я даже колонку вот под него купил вот так большую с которой катался я думал мы врубим колоночку а там музыка для моно колеса вот врубить я с большой колонкой катался и вот электрогитару вот мы как-нибудь обязательно он смотрит может быть вадик у него проблемы сейчас житейская ситуация на мама больная стою смузы я думаю что люди ну вот с аккордеоном был бы конечно лучше вот если кто-то вот делайте смело стану бывает еду и начинаешь там выделываться или я еще чуть-чуть будет билет это начинает улыбаться так и надо они мы должны радость на не так что вот клоун приехал а нифига себе вот мы на новый уровень вышли классно вот точно захочу тоже так буду все чтобы люди понимали весь мир у ваших ног друзья вот изобрели слова изобрели колесо как когда-то волоком толкали вот вот снова изобрели да друзья изобрели то о чем вы мечтали мечтали о мотоциклах да но который можно взять с собой домой для которого не нужен гараж и у которого все лишнее отсутствует и ломаться там нечем насос маленький купил он чтобы можно было с учетом подключенному я купил на большой ножной топливчик ручной который продавец он на самокате ездить маленький насос на несколько давлений троечку где-то это для чего а я с колесом как бы за прилавком не видел я для колеса он вышел самоката который ну даже если он будет узким он неудобный потому что он встретили на самокате это самые важные слова они же этого не понимают и опять отхожу от темы короче вот вадик бурлаков он я его поставил на колесо он катает счастлив у него ситуация жизненная тяжелая там мама больна у него очень поэтому он от нее не отходит это не дай бог никому такого конечно и вот у него колесо это отдушина было шикарно отдушина но он однажды если я правильно говорю если неправильно вадик ты напиши пожалуйста он однажды просто вот ехал вот так руки раскинул и а там лежачий полицейский я чухнулся он уже на асфальте поэтому друзья у него 16 с колесо 16 еще свистящие то она дарит части но понимаете маленький радиус да даже большой радиус все равно надо на дорогу иногда поглядывать по лужам ездить аккуратно даже в каждой лужество если там может быть яма она там будет всем уже стараюсь объехать потому что я знаю что с машины заехал нужно там колесо оставить это на машине если на колесе можно и носом оставить в асфальте вот так провалился колесо утонула я взял я обалдел я знал что еду по дождю поэтому ехал там километров пять скорость пешехода у меня было хорошо еще успел соскочить не я прям в лужу так провалился вместе с ним и просто он на бок а я встал с ним я так ожидал что яма точнее под этой лужи поэтому по лужам аккуратно аккуратно я каждый раз когда в лужу заезжаю я думаю вот сейчас будет и либо знакомые лужи допустим которые я знаю что вот на велодорожках лужи это те знакомые я по ним обязательно проеду обязательно сделаю красивые кадры мне это нравится как в детстве пусть обувь будет мокрая но ради картинки я году не даут я даже бывает там не подумать о чем-нибудь надо расслабиться на своем едешь ты хорошо чувствуешь по свободу хорошо живешь как птички птички надо накормить все но она летает и кайфово да не старайтесь покупать все колеса с большим радиусом от 16 больше радиус соответственно тем устойчиво . я мы может приезжать до потому что на самокате на софийской площадкой девчонки самокатом на плену там катались на велосипеде я вот на самокате не просто по траве и ехали влага не быстро не просто проехали там в траве яма я колесом то он нырнул и через грудиной об землю как удалился и думал всех она люба дышать не мог поэтому а люди не понимают они на самокатах и с детьми ездит и все то есть она по ним должна понимать жена у меня анис инстана собака вот она 30 минут от сняла дальше новую серию начинает и вот между этими сериями вот около доли секунды выпадает но не доли секунды там секунд пять выпадает то есть вот разрыва была интересная самое интересное как обычно короче у меня жена тоже на самокате возит ребенка иногда когда надо но она падала с ребенком она понимает что это опасно а действительно понимаешь что маленькие колесики это очень опасно поэтому когда вы на самокате едете я смотрю на самокатчика я понимаю что я на колесе в большей безопасности чем он они все думают что мы люди готовят нечем сравнить то допустим сразу стал на моноколесе не за на самокате конечно он этого не поймет так как я прошел через электросамокат и моноколесо конечно я очень был счастлив когда я купил кто-то себе электросамокат для меня такое большое удовольствие когда я купил моноколесо и научился на нем ездить это мне доставило счастья два раза больше да конечно там куча матов сначала летела когда я учился тем более я не знал как правильно учиться на нем ездить друзья если вдруг вы знаете вот этого чувака либо знаете его канал сейчас я видео чувствую не получится там ничего все знают ролик все моноколесники знают этот ролик человек едет с бутылкой чего-то по ходу пива и обгоняет машины едет едет наравне с машинами и потом вот все все так классно все так здорово все ему кричат так классный он сам пританцовывает и все здорово и здорово и чё он делает и он решает на звездный шаг решать ехать еще быстрее чем машины у него же голове то видать газики там и это и и часть падает естественно многие думают что вот просто ехал человек на моноколесе губ она под ним выключилась и он упал не ребята это вот у каждого человека кто пил на моноколесе такой момент был ты бухой едешь тебе кажется что ты царь и бог и ты давишь так что колесо просто она тебя предупреждает он тебе кричит но ты бухой и ты не слышишь и ты не понимаешь что и ты все давишь и давишь а у колеса есть предел и она хоп и ты естественно на свадь хотите почувствовать что такое продавка купите сел я им это сразу слава богу прочувствовал поэтому даже не пытаюсь этого состояния водитель это купите себе слабенькое колесико и сразу не попробуйте резко стартануть вот я так попробовал учился и благо что у меня трава была я сразу носом что так делать не стоит если на там начинать что пиликать или сигналить уже переделать надо роличек найти у меня была закладка но видать это twitter там с твиттера было видео видать twitter он того гердик на моно колесо упал не там будет вообще вот 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 этот чувачок кто знает если кто-то его знает дайте ссылочку на его канал вот он ездит его снимают вот он ты 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 но они музыка наложили кайфует все едет все хорошо а теперь а ладно я поехал видишь что творит лишь что творит а люди то не понимают чё творишь к люди то что думают люди то думают что это колесо самого вот так вот и ехал в себе спокойно она хоп внезапно нет заряди и мои у каждого колеса есть свой предел там есть система безопасности она будет пищать она будет не дали задирать но когда ты бухой ты это не заметишь ты просто да вонешь слишком резко вот на king song и человек допустим едет сидя да потом резко встает нагрузка вырастает он едет со скоростью 50 километров он встает резко вырастает нагрузка есть в уме сына весом а меня все друзья у нас у каждого дома есть нож мы режем им колбасу а можно им случайно себе в глаз дать но мы же из-за этого не просим не нанимаем специально обученного человека мы взрослые ответственные люди до моно колесо это не для детей либо для детей под присмотром взрослых потому что это полноценный мотоцикл это самый крутой в мире мотоцикл потому что он еще гироскопические гусеничные то есть не буксует и едет там где обычный мотоцикл просто не может ехать понимаете просто не может ехать но это мотоцикл хотите угробить ребенка покупайте смело я готовы сами с ним всегда ездить смело покупайте будете и вы самые счастливые и ребенок у вас навыки освоит и сможет в дальнейшем достичь каких-то высот потому что это действительно чем раньше начнешь тем наверное большего добьешься да потому что будет фигурное катание на электро соответственно колесо не может не смог его раскрутить и разогнать да и всегда под присмотром всегда всегда ни в коем случае у детей у взрослых то нету он взрослых пешеходов езжают о чем тут говорить а ребенок чего это просто он познает мир ему все интерес конечно чете на колесе а ребенок он у нас один и и другого вот ниоткуда не будет поэтому ни в коем случае ни в коем случае деткам если колесо покупаете то будьте готовы что вы всегда будете рядом с ним все это лошадь это лошадь это пони вот все дети мечтали хочу пони вот тебе пони не низ низ как он жеребец на арабский вот купить ему пони понравилось прикаталась все в вашем присутствии да со шлемом естественно дети должны кататься на колесах только с шлемами по крайней мере иначе будут осуждать потому что это ответственность за чужую жизнь ребенок не соображает ну он маленький ему не еще нельзя сексом заниматься поэтому он должен защищать свою башку да ребенок познает мир даже да ты знаешь больше так и не знаешь тебе все интересно конечно ну и ответственность должна быть безусловно но колесо это такое счастье что друзья вот два взрослых мужчины вот здесь сидят несмотря на отсутствие работы и всего мы счастливы мы общаемся снимаем это для вас я буду кучу времени это еще для вас монтировать чтоб вот вы это увидели потому что это такое счастье что прямо блин но я не могу я где не могу этот это это ответственно конечно если вы лезете колесо экспериментировать перепаривал я не знаю полдня ездил сначала с минимальной скоростью чтобы проверить не выключится и потихоньку только начинал нрачить обороты потому что это нафиг температуру следил все это уже был уверен что это я не знаю я вот максим очень радую на тесле правда я как это купил почему-то режим стоял 33 километра оно начинало жарать как сумасшедшая зале запас не старая до фиска не доложили купить ему только если виду что я если может закончиться по любому закончится поэтому лучше аккуратно до свина я за себя и запасами потому что она весит будет опять таки педали здесь вот я бы что-то посмотрел чтобы композитная чтоб все-таки не было вот это как на машинах там же на самом деле я буду сделал какой-то пластиковый либо прорезиновый либо пластиковый одевался чтоб чехол повези то же самое с ручкой то же самое с ручкой задней бампер потому что металлический добывай то мало ли чё человека по ноге на своем что придумать они станут еще больше все равно все равно надо будет привыкать и хотелось бы что-нибудь такое сдирающиеся что может безопасность обеспечить когда ты в гранит въезжаешь допустим что быть колесо у тебя не завернулась а чтобы просто ну это у нас самый а лучше еще что там колесики были смены степень скольжения очень высокой а в будущем знаешь как это будет как метрополитене знаешь вот эти турникеты и здесь будет так по периметру ты едешь притерсик она крутится 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 по медальке и все и че не происходит офигенно вот такие медали могут стоить 15 тысяч рублей это в апель лица друзья который вот в такой маленькой вот такой маленькой батарейки мы сможем 40 50 километров проезжать это будет но уже она здесь принцип управления управляешь своей степенью тяжести своей массы колесом за счет вот этого у него конечно и побеги намного больше потому что ты находишься грубо говоря всегда в режиме падения либо легкого либо сильнее чем сильнее ты падаешь тем быстрее на разгоняется своей массой разгоняешь колесо потому тебе помогает колесико это были минус конечно очень большой это то что злое конечно разбирал компоненты все эти там накладок смотрел вен найдет эти транзисторы которые там серьезно 3 хрен найдешь венка с запасом нельзя брать также можно запасы уже нет транзисторы запасы поможешь на я даже картистик не найдешь а там характеристиков не через часа 2 наверно искал потому что они сейчас все шифруют маркируют пока я все это расшифровали характеристики чтобы сравнить что этого паять такие у нас хрен купишь даже в чипе дипе на аналоге какой-то натыкался это там что поставил как-то вот молодец все сделал самоката выпаял я примерно нашел по характеристикам не плане вот зла он все очень продумано что ты разбирал 14 свое колесо вот вчера я разбирал интересно с конечно здесь запас нет везде не скрутились у тебя нет которые плата держит доклад и добирался все на месте ваше видео на герметике герметиком шляпки надо обязательно эти стаканы они раскалываются поэтому их тоже по периметру лучше чем-то за я на нем не отжигает у меня колесо чисто там там просто ну вот такая такая а когда виды откручивал от стойк пластиковые видео трещины там на красном герметике они стойком прикручены и там хорошо заметно что вот они хоп сразу в трещинке они не как трещинки они как рисунок на пластике но я понимаю что это трещина не обратил может все хорошо и у меня еще они так хорошо закрученные на красный герметик что у меня было регулярно на каждом колесе которая разбирал один или два винта скручивались мне пришлось звездой у меня было герой шестигранники хороший все нормально конечно там не так просто не так просто конечно тяжело и думал сову все-таки ну если что звезду заколачиваем и все нормально не в этом плане даже можно против сделать просто что не знаю вот этот мини гриме есть дома да 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 вообще удобная вещи смута где-то что минуту сделать ремень который крутится а можно еще использовать вот этот многофункциональный инструмент тоже очень классная штука многофункциональный который вибрации работает а вот так и на работу алиса покажи многофункциональный инструмент нашла она офигенная штука вот допустим вот эти как они называются там где провода проходят кабель канала не вот кабель канала пластиковый надо обрезать его как будешь обрезать вот многофункциональный поднес чик как маслом чик срезала и при этом ты можешь вот убирать в угол тени разве же он же который не крутится который туда-сюда офигенная штука классная штука она стоит недорого влива мерлен они вот эти декстеры продавали вот отличная штука вот он стоит недорого того надо что-то вот плинтус обрезать чтобы не снимать винт мало доступны вот опять-таки просверлить вот эту штуку она узенькая ты поднес коп тебе все и без разогрева без такого без этого находка хорошего инструмента мало не бывает потому что ну бывает так что даже вот я лишнего накупил вот сейчас ситуация тяжелая я хоть его продать могу в деньги превратил и без потери опять-таки это тоже хорошо хороший инструмент должен быть дремель хороших я только на днях дремель продал вот это меня не блок называется ну все равно у дрель которая высоко оборотится там где диски можно ставить вот это можно мелко не считать зачистка полировка там все такое в этом плане я перешел на пневмо но вот как перешел так уже перестал этим у меня есть маленькие вот эти насадочки с пневмом компрессор и маленькие есть обязательно видосик снимут у меня в соседнем стоит маленький компресс вот он такой вот такой он не поршневой он современный не не он там мембрана и он полноценный вот такой большой у него ресивер 10 ну что-то там такое но офигенно что и главный тихий у меня большие 50 литровые на даче есть которым я красил учеб засовывали специального реликона за свой потешим там вся деревня просыпается на компрессор включается а это я домой хочу себе тоже но пока нет такой возможности дома тоже вот дети сейчас будут что-то делать аэрограф у меня аэрограф есть подключил колеса рисовать тоже все сейчас хочу начать очень не идея нравится допустим поле что-нибудь зафигачить или в как ламу так красиво быть скотеров хочу начать не адвокатер или политики за детей да 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 конечно мне например это не данное сколько раз попал рисовать можно обратить я же есть эти пленочные краски любой рисунок ведешь даешь пластик опускают и красота вот надо кстати хорошая сторона вот это вот нужно спокойно если да можно было обтянуть если пола не было и так хорошо в чем плюс обтягивание это то что поднита леночку снял и он им тебя как новая если она снимется капринджи он то вроде только сотрется переносом снимается даже пленка да просто даже вот под педали наклеить ну чтобы не портить зачем потому что не смогли согласен поэтому согласен я изнашиваю так вот у меня пока может быть когда-нибудь вы станете крышки на алике тоже там 4 рубля по нормальный вообще космос надо найти нормального продавца друзья кто найдет нормального продавца на алике дайте ссылочку вот я нашел вам цену лучшую назвал я ссылочку дал мне не жалко я забыл блин сфотографировать когда уезжал хотел смазку педали отмыл от графики перемазал другой смазки но какую на другую блин у меня уже лежала через смазки продал специально для петлей дверей машины чё за смазка я вот не помню как она называется нам специальный баллончик вообще обалденно концы на спрей с какой-нибудь что-нибудь такое вот вирус по-моему да были но более ну она оба на посмотрим не я знаю почему потому что ей всегда пользовался на дверях там чуть-чуть другое здесь у нас два металла здесь у нас электрическая пара не дело в том что во первых и и плюс это что на пыль не притягивает она ты на ночь у нас начало жидкая потом чуть-чуть как бы типа как пилевая основа становится когда ее нашу раз на белый галочек который нет он зеленый с белым зеленым белым врачный верст потому что я долго искал какую смазку именно для петли дверей проблема начинают притягивать соответственно начинает скрипеть то передеть потом еще черный а в колесе должны вообще ничего не забрал это вот я вот отмыл вчера разбирал на свет педали смазано то есть еще пока графит рассмотрим посмотрим посмотрим интересно потому что для себя в голове я смирился с той мыслью что лучше графитки ничего не сомневаем рассмотрим посмотрим ждем обратной связи посмотрим несмываемо не сбываем ни для какого периода не снова вот для меня получается над четыре раза в год на кризис вас к там чего я не знаю стифт вытащить причем у него наносишь растекаемость очень хорошая потому что муж сразу по всему штику ну ссылочку ждем опять не ссылочку не дам потому почему банка щелкнул они тебе сразу найдут и ссылку круг на это ты чего уж просто сейчас вот друзья для тех кто не знаю сейчас все непросто потому что на компьютер не нужен компьютер не нужно ничего ставим яндекс мы живем с вами в сказке вот у нас блюдечко с наливным яблочком вот клацаем на значок алиса клацаем на значок умная камера вот у нас баллончик да вот мы нам надо баллончик этот найти в классе все нам по нему выдаст и что за баллончик и где купить и какая лучшая цена понимаешь клацаем на него ссылочку отправляем другу сейчас ходит так друзья спасибо что были с нами надеюсь опять-таки продуктивно если планируете покупать колеса вот за 95 за сотку зло можно брать она сейчас вне конкуренции вообще теслу бы ушную вот взял иван я считаю что это вот так вот версия 1 отличная версия 2 тоже отличная третий только если руки у вас откуда надо либо вот специалистов знаете а по суффиксом если вы покупаете осевую какую-нибудь супик спрошку еще что-то тоже это будет лучшее колесико но помните корпус надо защищать он такой себе лучше колеса покупать от 16 радиуса лучше 17 лучше 18 лучше 19 чем больше тем тем безопаснее тем безопаснее но смотрим по своей по себе лучше попробовать все всем кто смотрел ты-ди-ди-ди вот такие все надеюсь у меня получится все смонтировать берегите пешеходов